Патриотизм это сложное такое системное чувство, которое получается, если люди воспринимают прошлое славным, настоящее справедливым, будущее великим. То есть мало точно знать свою историю великую, надо еще видеть достойный образ будущего, которому будет хотеться жить. После этого мы считаем, что есть некая пирамида, которая покоится на этих трех столпах, китах, в основе которой лежит некий слой под названием субъектность или самость. Человек должен осознать себя причиной, а не следствием. В дальнейшем слой, который мы называем коллективизм или общинность, он должен научиться работать в группе, потому что способность к коллективному действию на сегодня большинством утрачена. Долгое время как главную ценность транслировали индивидуальное лидерство, успех от слова «успел» и так далее. В идеологии потребления это разучило очень многих работать в коллективе, способность к коллективной деятельности. В дальнейшем мы считаем очень важно ощущение гражданственности. То есть человек-гражданин должен воспринимать не только обязанности, которые у него есть государство, но, имея обязанности, может предъявлять какие-либо права. И самое главное, что очень сложно воспитать без соответствующей подготовки, это понимание ценности служения. Служение как некое отношение к общему, как способность давать больше, чем берешь, это то, без чего не может выживать никакая цивилизация. Более того, при правильной настройке всех уровней восприятия, логических уровней, человек, осознавая всей душой важность развития служения как ценности, он получает нещерпаемый океан энергии для того, чтобы осуществлять проекты, совершения и так далее. Пройдя по этой пирамиде, то чувство, которое называется патриотизм, любовь к Родине, к любому Отечеству, оно формируется как результат. Нет ни одной лекции по воспитанию патриотизма. Отчасти эта система в некой своей составляющей напоминает ту утерянную систему воспитания, которая была октябрята, пионеры, комсомол и так далее. Но в ней главное на сегодня – это коллективно сформированный образ будущего и умение работать в малых группах по изменению норм общественного сознания. А, соответственно, широкая совокупность таких групп фрактальных по всей России, она и образует идеологический механизм не только воспитания патриотизма, но, по сути, формирования образа будущего коллективно сформированного и проявления его в реальности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...